Доброго здравия, друзья! Рад приветствовать всех участников сообщества Благодар! Хочу записать короткое видеообращение, сказать о наших делах. Дела у нас идут замечательно, для старта просто прекрасно, хорошая динамика, хорошее развитие. Но всегда напоминаю и буду напоминать о том, что Благодар это мы с вами, и поэтому от каждого из нас зависит, насколько Благодар распространится среди других людей. По сегодняшней обстановке Благодар нужен как никогда, то есть это как воздух необходим каждому человеку. Но для того, чтобы доносить информацию, нужно, конечно, самому сначала разобраться, войти в воду, чтобы научиться плавать по-другому никак. То есть необходимо прикоснуться и разобраться, как все устроено. Потому что устроено все просто, но по-другому, и поэтому кажется, что что-то непонятно. Те участники, с которыми я общаюсь, поначалу тоже не совсем понимали, что и как, а сегодня уже чувствуют себя как рыба в воде. Введено и вводятся многие функции, последняя из них очень удобная, история кошельков. То есть на кнопочке кошелек мы можем посмотреть все с первого дня участия, все транзакции, которые мы оказывали помощь, получали благодарность. Вот, вся история, когда, что, чего и так далее. Но самое главное надо понять, для того, чтобы войти в воду, необходимо простое действие. Необходимо по ссылочке человека, который рассказал вам о сообществе Благодар, перейти в робот. Соответственно, зарегистрировать в ЮМИ кошелек, да, или использовать тот, который у вас есть. Добавить его роботу, да, то есть дать его роботу. Робот попросит подписать его, обязательно подписать, подпишите. И сделать пять транзакций. Пять транзакций рекомендую делать каждый день, для того, чтобы вы поднимались по уровням. Это самое простое и необходимое, что нужно делать. Это же надо рассказывать своим участникам. И скажу, главнее или важнее делать пять транзакций, чем делать сто транзакций. Из опыта скажу, лучше по пяти кошелькам отправлять по пять транзакций и поднимать их одновременно по уровням. Нежели, как получилось у меня, я регистрировал там один кошелек, потом там еще один, потом еще один, потом еще один, да, вот грубо говоря, несколько кошельков. И получается так, что на каком-то уровне мне пришлось испытать, ну назовем это серфингом, да, как катание по волнам. То есть мы поднимаемся вверх, а потом из-за того, что нет слаженных еще пока слаженных таких организованных действий совместно со своей первой линией, да, то происходят, к сожалению, такие моменты, что кто-то упустил сделать пять транзакций, да, или не оставил отзыв. И, соответственно, слетев с уровня, слетаешь с этого уровня и ты, вот, но это хорошо, любой опыт это очень ценен. Я так дважды уже слетал, вот, но один кошелек у меня добрался уже до самого высокого уровня на сегодняшний день, как и у других участников, да, высшего уровня дарителя четвертого уровня еще нет. Вот, это уже у нас восемь процентов. И поймите, что терять время и думать, а ладно, потом зайду, как раз время работает в этом случае против нас. Лучше, если оно будет работать на нас. Вот, и делая небольшие, организованные, такая дисциплина должна быть, да, действия вместе со своими несколькими участниками в первой линии, вы будете подниматься наверх, и процент благодарности для вас будет все время расти. Что хотел сказать еще? Важный момент. Очень многие не слышали и не знают о том, что мы планируем в самое ближайшее время начать выплаты по благодарам первым, вторым и третьим. Для тех участников, которые в момент самого-самого зачатия благодара, да, развития его помогали своим участием, да. И эти выплаты или компенсация, да, за это участие, оно добровольно, потому что по правилам все безвозмездно оказывают помощь, да. То есть известно, что наше сообщество работает на безвозмездной основе, то есть на бескорыстной основе. То есть мы просто дарим 10 монеток другим участникам, которые в них нуждаются. И соответственно, в знак благодарности также и получаем с немножко увеличенным процентом благодарность от сообщества, от других участников за то, что мы поддержали в свое время систему. Все устроено очень просто. Значит, по поводу компенсации, что можно сказать? Кнопочка «Часто задаваемые вопросы», кратко «Чего?», на ней есть статья, то есть как получить компенсацию, там полностью подробно расписан. Ну, в двух словах скажу, что такой опять лайфхак может быть маленький, да. Независимо от того, где ваши кошельки были зарегистрированы, значит, с каким префиксом, да, то есть Юми, АСП или Рой Клуб, вам нужно указать и желательно указать все кошельки, да, роботу и, соответственно, подписать их. Подписывать нужно там, где вы их регистрировали. Если на Сиген, значит на Сиген. Если на Юми топ, значит на Юми топ, да. И лайфхак заключается в следующем. Пишут в обратную связь, что я не помню, какими кошельками я участвовал. Тогда есть возможность сделать простой шаг. Необходимо указать все кошельки, какие у вас есть. Если вы укажете и подпишете все кошельки, то точно робот разберется, каким именно из них вы участвовали в Благодаре. И вам придет компенсация. То есть, в общем-то, все очень-очень просто. Что еще сказать? А, решили записывать видеообращение регулярно, то есть раз в недельку, рассказывать о нововведениях, о наших делах, как они у нас идут. То есть общаться таким образом. Будем это делать по четвергам. Конечно, срочные новости будут выходить в срочном порядке. Новые функции или еще что-то, то есть нововведения какие-то будут выходить независимо от моего видеообращения. Все сказал или нет? Честно говоря, не очень. Не очень. Помню, за рулем. Просто тороплюсь. Не могу остановиться. Нужно быть вовремя на месте. Ну что ж, друзья, благодаровцы. Благодарю вас за ваше внимание, за ваше участие. Все у нас хорошо, а будет еще лучше. Пока-пока. Всех обнял.